Всем привет! 13 января в нашей стране традиционно отмечают День Российской Печати. Наша редакция прикладывает много усилий, чтобы каждую пятницу вы получали самые актуальные новости региона. Нашим коллегам мы желаем постоянного вдохновения, интересных идей, а вам только хороших новостей. Первый в 2023 году номер Одинцовской недели уже ждет вас на фирменных стойках. Давайте вместе его полистаем. На первой полосе номера – богослужение в Георгиевском соборе. На второй странице – обсуждение Владимиром Путиным с членами правительства ключевых задач, стоящих перед Кабинетом министров в 2023 году, а также мер поддержки граждан в новых субъектах. Приоритеты на 2023 год обозначил и Андрей Воробьев. Ознакомиться с ними можете на странице 3. О расширении условий семейной и льготной ипотеки, врачах года и дистанционных браках прочитайте на странице 4. Здесь же акция «Подари свои елки» – второй жизнь. Усадьбу Герцена в Перхушково начнут восстанавливать. О проекте и сенсационных находках на странице 5. Одна из важнейших задач – полностью справиться с проблемой обманутых дольщиков. О чем еще говорили на еженедельной планерке главы округа, читайте на странице 6 и 7. О строительстве новых школ в округе узнайте на странице 8. На странице 9 вас ждет репортаж с представления царевны лягушков в парке Малевича. Где в округе можно будет окунуться в купель на крещение, узнаете на страницах 10 и 11. 31 декабря в округе прошла традиционная манджосовская гонка. Впечатления ее участников на странице 12 и 13. В Звенигородском музее-заповеднике открылась историческая выставка. Подробности на странице 14. Интервью с главным редактором ОТВ Ильей Рыковым найдете на странице 15. На странице 16 рубрика «В диалоге». Далее мысли вслух от нашего постоянного автора и рубрика «Закон и порядок». Не обошлось на этой неделе и без происшествий. Рядом со станцией Петелина 5 января едва не замерз человек. На странице 19 актуальные вакансии. Далее телепрограмма. Не забывайте смотреть на ОТВ про утро и свежий выпуск новостей в 20.00. Также решайте сканворд. А если не знаете, как провести выходные, изучайте афишу. Читайте каждую неделю и ищите нашу газету на фирменных стойках. А электронную версию – на сайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok